Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Рестораны в режиме ковид-фри и фитнес для вакцинированных пенсионеров. Областные власти обсудили новые ограничительные меры в связи со сложной эпид-обстановкой. Инвестиционный налоговый вычет и льготные займы. Какие меры поддержки могут получить предприятия Самарского региона? Уникальные судьбы и жизненный опыт. В Самаре поздравили жителей, которые стали героями 8-й ветеранской книги рекордов. За сутки в Самарской области зарегистрировали 726 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше только в Москве, Питере и Московской области. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 113 065 человек. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 144 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписали 89 759 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. В связи с ростом заболеваемости в регионе ведут дополнительные ограничительные меры. Например, ресторанам и кафе запретят полную посадку в залах не только вечером, но и днем. Также в сфере общепита предлагают сделать зоны ковид-фри – вход только для вакцинированных посетителей. Меры обсудили на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация в Самарском регионе неблагополучная. С начала этой недели ежедневно выявляют более 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, но больше всего среди пожилых. Прирост заболевших фиксируют в сфере образования, торговли непродовольственными товарами, промышленных предприятий, офисов, банков, а также среди госслужащих. За последнюю неделю зафиксировали и рекордное количество заболевших ОРВИ – более 28 тысяч. Это в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом внебольничных пневмоний сейчас на 20% меньше, чем за эту же неделю в 2020 году. В больницах региона развернуто более 7,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Свободными остаются около 500. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бинян на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом. В планах на этой неделе, до конца недели, развернуть еще 192 коек на площадках Жигулевской центральной районной больницы и Приволжской центральной районной больницы. Следующий план разворачиваем также в работе, идет подготовка коек, идут процессы газификации. В связи с ростом заболеваемости участники штаба обсудили дополнительные ограничительные меры в регионе. Например, предприятиям общепита Самарской области предпишут ввести 50-процентную загрузку в залах не только в вечернее время, но и днем. При этом владельцы ресторанов и кафе могут вовсе перейти на формат COVID-free, когда заведение будет открыто только для вакцинированных граждан. В этом случае рассадка должна быть произведена соблюдением всех норм по дистанцированию. Однако выдерживать 50-процентные загрузки не придется. В течение этой недели проработают вопрос открытия обсерватора для тех контактных лиц, кто в силу обстоятельств не может быть на самоизоляции в домашнем режиме. Губернатор Дмитрий Азаров поручил членам штаба проконтролировать также ситуацию в офисах и банках, где собираются очереди. У нас по-прежнему остается вопрос по офисам и банкам. У нас еженедельно фиксируют прирост в этой категории офисных работников и банковских. Скопление людей там, где осуществляются платежи в банках, там, где банкоматы, пожалуйста, тоже по муниципалитетам. Давайте мы такие рейды проведем, посмотрим, как ситуация выглядит. Часть ограничений коснется спортивной сферы. Временно запрещается проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних. Особое внимание штаб уделил обсуждению мер, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей. Для разъяснения необходимости сделать прививку нужно подключить общественный совет, информировать о возможности прививаться на дому. Самоизоляция для людей серебряного возраста сохранится, однако проработают вопрос о возможности разрешения людям старше 65 лет ходить в фитнес-центры, бассейны по назначению врача, если они привиты. Светлана Кудрявцева, События. Вслед за областным штабом по борьбе с коронавирусом прошел и городской. Там рассмотрели решения, принятые региональной властью, и взяли их в работу. Дистанционное обучение продлили, а для пенсионеров, которые не сделали прививку от ковида, предложили заблокировать транспортные карты. С подробностями Максим Магомедов. Усилить контроль за жителями, которые находятся дома на самоизоляции. Такое поручение главам районов дал первый вице-мэр Владимир Василенко на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Привлекайте всех дополнительных, чтобы был первый неформальный подход от зона и неформальный подход обхода. Продолжатся проверки соблюдения ограничительных мер в торговых центрах города. Только за две недели обследовали более 90 заведений. Составили 288 материалов о выявленных нарушениях. Сейчас планируют внедрить новые правила работы согласно решениям, принятым на областном оперштабе. Изменения идут в работе в фудкортах. Сейчас фудкорты работают только на вынос. Планируется открытие работы непосредственно для приема пищи. Но исключительно для тех людей, кто прошел вакцинацию, либо тех, кто переболел. Школьники с 6 по 10 класс продолжат учебу в дистанционном формате. Текущая ситуация на данный момент не способствует тому, чтобы завершать дистанционный режим, который у нас только что начался. Соответственно, было предложено продлить режим дистанционного обучения на период до 7 ноября. Создав запас по времени и в начале ноября, уже исходя из текущей ситуации с заболеваемостью, принимать решение о дальнейшем обучении после осенних тайников. Для жителей города старше 65 лет планируют временно приостановить действия социальных транспортных карт. Как заявил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Топилин, технология внесения номеров карт в базу для блокировки уже отработана с оператором. Это ограничение не коснется тех пенсионеров, которые имеют сертификат о прививке от COVID-19 или справку о перенесенной болезни. Максим Магомедов, Максим Гусев, События. В Самарской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом снизить колоссальную нагрузку на медиков. Сейчас специалисты активно призывают прививаться именно старшее поколение, у которых болезнь часто протекает с осложнениями. Подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Коронавирусом переболело еще весной, рассказывает жительница Самары Валентина Шишова. Как только в больницах города появились первые вакцины, задумалась о том, чтобы привиться. Перенесенный COVID оставил массу неприятных впечатлений и очень не хочется повторить этот опыт, говорит женщина. В своей семье она была единственной заболевшей, родственников беда миновала. Сейчас женщина активно призывает родных прививаться и на своем примере хочет продемонстрировать действенность препарата. Я считаю, что надо привиться. В любом случае. А раньше какие болезни были? Так же? Пока не изготовили прививку и вакцины. Много же умирало людей от холеры, от испанки, от других заболеваний. С наступлением осени обострением острых респираторно-вирусных заболеваний эпидобстановка в регионе ухудшилась. Растет число заболевших среди людей старшего поколения от 65 лет. Именно эту возрастную группу просят как можно скорее обратиться в пункт вакцинации, потому что заболевание коронавирусом в таком возрасте зачастую ведет к осложнениям. Пожилые люди тяжело болеют коронавирусной инфекцией. Осложнения, такие как пневмония, тромбоэмболия, инфаркт, инсульты, случаются как раз по причине заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным Министерства здравоохранения Самарской области, прививку от ковида сделали 1 миллион 182 тысячи 505 человек. Именно этих жителей области не коснутся дополнительные коронавирусные ограничения, введенные для снижения риска заболевания людей. При наличии специального QR-кода они продолжат посещать учреждения культуры, смогут беспрепятственно проходить специальные ковид-фризоны и заниматься спортом в фитнес-центрах. Михаил Ермоленко, События. Очередные кадровые перестановки произошли в правительстве Самарской области. Временно исполняющим обязанности регионального министра социально-демографической и семейной политики назначен Владимир Никитин. До последнего времени он находился на должности заместителя главы ведомства и возглавлял департамент регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания. Напомним, до этого обязанности министра социально-демографической и семейной политики региона исполнял Олег Рубежанский. Он, в свою очередь, сменил на этом посту Марину Антимонову, которая ушла в Самарскую губернскую думу. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Приветствую вас, Андрей, и уважаемые телезрители. В России заговорили о подорожании кофе. Так ли это и с чем это связано? Действительно, эксперты говорят о временном подорожании кофе из-за спекулянтов, но сначала о мерах поддержки бизнеса в Самарской области. В Самарском регионе действует несколько механизмов региональной поддержки бизнеса. Среди них инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Этой мерой поддержки могут воспользоваться предприятия-участники национального проекта «Производительность труда». По данным налоговой службы, с начала прошлого года 11 предприятий-участников нацпроекта получили инвестиционный налоговый вычет в размере более 157,5 млн. рублей. Еще одна мера поддержки – льготные займы под 1,3%. Их Государственный фонд развития промышленности Самарской области предоставил бизнесу уже на общую сумму 128 млн. рублей. Неприятный сюрприз для кофеманов. Мировые цены на кофе вырастут из-за колумбийских фермеров, которые специально поставляют меньше продукции, чтобы дороже ее продать. Колумбия – крупнейший поставщик кофе в мире. Производители не поставили в этом году до 1 млн мешков кофейных зерен, что составляет почти 10% урожая. Такие спекулятивные действия приведут к подорожанию кофе, хотя оно будет носить временный характер, уверены эксперты. Кстати, мировые цены на кофе в этом году уже взлетели на 55% из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии, которая тоже является ведущим производителем. Резкое похолодание в этой стране повредило кофейные деревья, и из-за этого ожидают значительного сокращения урожая зерен в следующем году. Заправить дороже станет не только свой организм бодрящим кофейным напитком, но и свой автомобиль. Российский топливный союз обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Мало того, что оптовые цены на топливо по сравнению с прошлым годом выросли почти на треть, так еще и с 2022 года изменится законодательство. С 1 января повышается акциз на бензин и дизель. РТС требует принять меры и разработал свои предложения. Официальный курс доллара на 13 октября – 71,88 рубля, евро – 83 рубля и 9 копеек, нефть марки «Брент» – 83,73 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Росгвардия предложила ужесточить выдачу разрешений на оружие. Новый законопроект предполагает, что желающих получить лицензию будут проверять МВД и ФСБ. Однако эта мера не коснется госслужащих и военных. Если ведомство сочтут гражданина недостаточно благонадежным, ему откажут в выдаче разрешения с формулировкой «в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод и возникновением угрозы общественной безопасности». По результатам проверки также могут аннулировать уже выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия. Перекладка коммуникаций в Самаре обернулась исторической сенсацией. Археологи нашли склепы богатейшей семьи конца XIX века – купцов Шихабаловых. В загадках прошлого разбиралась Мария Левина. С каждым осторожным движением археологов границы между прошлым и настоящим стираются все больше. Раскопки, связанные с заменой коммуникации, привели к исторической находке. «Сейчас здесь действительно происходит историческая сенсация. По предварительным данным найдены остатки склепов Шихабаловых. Это одни из самых известных меценатов в истории города. После того, как останки археологи достают из захоронений, их отдают на рассмотрение антропологов, и после этого уже устраивают перезахоронения на городских кладбищах». Семейство Шихабаловых считалось одним из самых богатых и влиятельных в Самаре в конце XIX – начале XX века. У семьи было три дома. Знаменитое здание с атлантами также находилось в собственности купцов Шихабаловых. Особое внимание семья уделяла благотворительности. Благодаря их финансированию началось строительство Покровского собора, вблизи которого от Льва Толстого до Перелука Тургенева и от Арцебушевской до Ленинской в то время находилось кладбище. Захоронения проводились в том числе вдоль улицы Братьев Корыстылевых. С начала 90-х в Самаре начались археологические раскопки, где периодически находили десятки, а то и сотни скелетов. Место позади алтаря Покровского собора считалось почетным, и судя по историческим кадрам, именно там находились склепы семьи Шихабаловых. «Если брать фотографии 1928 года, когда проводилось продление улицы Братьев Корыстылева, то мы видим на фотографии среди деревьев, как раз в то время еще сохранившиеся памятнички, которые были установлены над склепами купцов Шихабаловых». «Вот как раз таки Покровский, да, на фотографии мы видим?» «Да, вот как раз алтарная часть, и вот как бы немного правее от алтарной части, среди деревьев, вон там виден шихабаловский склеп. То есть вот как раз примерно вот так они, вот так вот выглядел участок со склепами Шихабаловых». «А вот это вот примерно место, где сейчас проходят и раскопки?» «Да, примерно, да, да, то есть получается как раз это… Изначально вот фотография, видно, что улица как бы обходила, то есть изначально делали, но потом, видимо, ее спрямили, и, в общем, склепы все вот эти снесли. То есть снесли надземную часть, а вот сами склепы, своды, они просто, видимо, под действием строительной техники и транспорта, они провалились». Археологам удалось обнаружить пять склепов. Места захоронения сильно повреждены. Это историки связывают со строительством здесь дороги. Ученые предполагают, что ранние склепы уже были найдены, потому как самый первый склеп, который им удалось открыть, оказался полностью разграбленным. «У остальных это своды уже пробиты, то есть они засыпаны землей». В одном из склепов было обнаружено пять захоронений, пять гробов, из которых два захоронения принадлежали детям, и три захоронения принадлежали взрослым». В захоронениях, со слов археологов, сохранились части материи простыни, в которую были завернуты шахабаловы. Раскопки продолжатся до конца ноября. Еще больше исторических открытий ученые рассчитывают получить, когда дойдут до мест массовых захоронений вблизи стадиона «Динамо». Мария Левина, Николай Сидоров. События. 134 страницы и более 300 фактов. В Самаре презентовали новую книгу, приуроченную к 80-летию запасной столицы Куйбышева. Автором стал краевед Глеб Алексушин. В альбоме с помощью технологии «Факт-чекинг» представлены свидетельства из документов и фотографий событий, происходивших в Куйбышеве в 1941-1943 годах. Подробнее расскажет мэрия Елчан. На 134 страницах этой книги фотографии и документы, сделанные в Куйбышеве в 1941-1943 годах. В то время город на Волге стал запасной столицей. Началась новая веха в истории Самарского края. Куйбышев стал крупным промышленным центром с развитой инфраструктурой, культурой и большой численностью населения. Книга, автором которой стал ученый и историк краевед Глеб Алексушин, рассказывает о жизни запасной столицы, эвакуации, параде 1941 года. Здесь показаны места размещения всех правительственных и дипломатических организаций. Повезло то, что я очень давно собирал эти материалы. Я их настолько давно собирал, что работа не была сбором. Больше было работы с документами, с их нарезкой, с стыковкой. Наверное, подборка, самым сложным была подборка зданий, максимально подходящих по эпохе. Выпуск мы урочили к 80-летию запасной столицы, которую город отмечает 15 октября этого года. Проект поддержала глава Самары Елена Лапушкина. Ведь сколько бы лет ни прошло, Великую Отечественную войну и цену Великой Победы помнить будут всегда. Альбом «Чем хорош» содержит в себе фотографии, которые до этого никогда в одном месте, в одном издании, в таком качестве переграфии не были собраны. Конечно же, эти материалы должны быть изучены, я думаю, каждым школьником, каждым преподавателем истории. И, конечно, проявические и классные часы должны проходить в наших образовательных учреждениях. Площадкой для реализации проекта стала одной из старейших изданий города «Самарская газета». На мой взгляд, как директора «Самарской газеты», если есть возможность оставить свой маленький след в историческом контексте каком-то, то вот это как раз тот случай, на который стоит тратить деньги, на который стоит тратить усилия, организовывать команду «Маню». Я хочу выразить огромную благодарность нашей редакции, дизайнерам, верстке, потому что эти альбомы реально сделаны с душой. Книга станет подспорьем для краеведов и экскурсоводов города. Только на основе одного альбома уже можно будет проводить экскурсии для жителей и гостей Самары. Узнавая больше фактов о месте, где живешь, начинаешь любить родной город еще сильнее. Тема важная. Я считаю, что она приоткрывает новые тайны нашей истории, нашей области и рассказывает читателю, как было раньше. Я думаю, что и старшим поколениям, и младшим эта книга будет интересна. Это не первая совместная работа администрации, краеведа Глеба Алексушина и газеты. В апреле этого года вышел альбом «Легендарные космонавты в Кубишеве». Выход приурочили к грандиозному событию 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. В книге собраны уникальные снимки и факты о том, как проводили свои трудовые будни и выходные герои космической эпохи. Мэриил Чан, Константин Головин, События. В Самаре поздравляют лауреатов Ветеранской книги рекордов. В 2021 году вышел уже восьмой сборник с уникальными людьми, обладающими самыми разными талантами. Их объединяет активная жизненная позиция. В этом году отметили 25 ветеранов. Подробнее Мария Левина. Иосиф Коберский больше полувека посвятил деятельности в правоохранительной сфере. Говорит, в детстве восхищался военнослужащими, а в юности решительности предала несчастная первая любовь. Дама сердца предпочла другого, а Иосиф решил посвятить себя служению Родине. После военно-политической работы была Самарская таможня, а сейчас Иосиф Коберский возглавляет ветеранскую организацию и воспитывает молодежь. Начиная с замполита роты и заканчивая начальником отделения организационно-партийной работы политоотдела дивизии Куйбышевской. Огромная дивизия, в ней было 17 частей, в том числе две бригады. Сегодня можно назвать эту численность более 17 тысяч военнослужащих. Работы было много. Иосиф Коберский и еще 24 человека стали героями восьмой областной ветеранской книги рекордов. В ней отмечают жители региона серебряного возраста с активной жизненной позицией. Тех, кто увлечен каким-то делом и помогает другим. О таких людях нужно рассказывать. Нужно, чтобы о них знали. И на мой взгляд, это как раз те самые яркие образцы, когда активное долголетие, оно в действии. То есть это люди, которых поистине можно назвать настоящими патриотами, настоящими гражданами нашей великой страны. Ежегодно в книгу попадают самые интересные и талантливые жители губернии. В Самаре очень много неординарных личностей, говорят во Дворце ветеранов, но зачастую они не привыкли рассказывать о своих увлечениях. Сотрудники Дворца постоянно ищут интересные истории и людей с необычными хобби. Если вы сами являетесь таким человеком, не стесняйтесь обратиться во Дворец ветеранов. Быть может, именно вы станете героем девятого сборника ветеранской книги рекордов, который выйдет в свет уже в следующем году. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Не уверен, что гриб съедобен? Не срывай. Вот главное правило любого грибника. Жители Самарской области вовсю изучают лесные опушки. Из-за засушливого лета в этом году собрать лесной урожай гораздо сложнее, чем в прошлый сезон. О том, как избежать отравления, если поход в лес все же оказался удачным, расскажет наш корреспондент. Грибной сезон в Самарской области набирает обороты. По словам медиков, даже лисички, которые принято считать безобидными, бывают ложными, а значит опасными для здоровья человека. Чтобы тихая охота была в радость, специалисты рекомендуют собирать только знакомые виды грибов в экологически чистых районах. Дмитрий Самоткин по грибы ходит с детства. Любовь к этому занятию ему привел отец. Каждую осень он отправляется в лес. Поход за грибами это не только грибы собрать, но и выехать на природу семьей, отдохнуть с душой, погулять на свежем воздухе в лесу. После того, как грибы собраны, наступает самое главное – процесс приготовления. И тут важно помнить несколько правил. Готовить грибы нужно в день сбора, так как они достаточно быстро портятся. По словам врачей, блюдо из грибов не может быть основным. Лучше использовать их в небольшом количестве в качестве вкусовой добавки. Нужно учитывать, что каждому виду грибов требуется свое время приготовления. К примеру, опята лучше варить в течение 45-50 минут, а вот грузди и волнушки варят в течение 20 минут. Грибы тяжелый для усвоения продукт. Их не рекомендуют употреблять в пищу детям до 3 лет и пожилым. При первых признаках отравления врачи советуют немедленно промыть желудок и срочно вызвать скорую помощь. Достаточно крошечного кусочка, и он может достаться одному члену семьи. Все ели, а плохо стало одному. И поэтому такая иллюзия, что это что-то случайно. Поэтому позже обращаются за медицинской помощью. Это очень опасное отравление бредной поганкой. Она вот будет еще весь октябрь встречаться в наших лесах в средней полосе. Если же вы не собираетесь в лес, а грибов все же хочется, эксперты советуют покупать их только в специализированных магазинах, избегая несанкционированных точек торговли. Мэриил Чан, Григорий Прешаков, Константин Головин. События. Крылья Советов сыграли в ничью с Уралом. Контрольный матч прошел в Екатеринбурге. Счет на 60-й минуте открыли хозяева поля, но самарцы сравняли его на 93-й. После передачи Ивана Сергеева гол в ворота противника забил Данил Липовой. Игра прошла в перерыве в РПЛ, который образовался из-за игр российской сборной в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Свой следующий матч чемпионата самарцы проведут на домашней арене. В воскресенье Крылья примут Нижний Новгород. В турниры и таблицы волжане сейчас идут на 10-м месте. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте СамарГиз, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»